Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, Делай это. С вами Ким. И сегодня мы, как я обещал, поговорим о спецмуравьях. И сегодня в передаче у нас белый бархатный муравей. Давайте зайдем и более наглядно его рассмотрим. Вот этот белый бархатный муравей. Муравей с белым пухом, распространенный в южных районах США и даже в Мексике. Они, как видно из описания, обычно белыми пушистыми называют абсолютно безобидных созданий. Кроликов, барашков. Но сегодня мы докажем, что бояться нужно даже мохнатых пушистиков. Особенно, если они членостоноги. Мохнатые муравьи, они же бархатные муравьи, они же убийцы коров, на самом деле к муравьям не имеют никакого отношения. Это осы. Просто строение их тела похоже на муравьины. Самое верное название из всех осы немки. Почему немки, до сих пор непонятно. Ведь ни Германии, ни с тем, где они проживают, это никак не связано. Они живут, эти пушистики, в жарком сухом климате по всему миру. Особенно много их в странах Латинской Америки. А появились пушистики не вчера. Волосатого лжемураша находили даже в кусках янтаря возрастом 40 миллионов лет назад. Впервые вид был описан в 1868 году швейцарским энтомологом Анриде Сассюром. Вот такие вот новости мы имеем. Давайте посмотрим, какими боевыми характеристиками и военными навыками данный муравей владеет. Муравей оса. Первый навык командира действует, когда спецмуравей возглавляет отряд. Это позволяет увеличить количество муравьев, лимит очереди на 18800. Второй навык командира действует, когда спецмуравей возглавляет отряд. Его здоровье врастает плюс 15%. Значит, третий навык командира. Это когда спецмуравей возглавляет очередь, защита увеличивается на 35%. Дальше у нас четвертый навык командира. Также, когда возглавляет очередь, атака увеличивается на 35%. Пятый. Это боевой навык. Дальность навыка действия третья. Шанс 50% вылечить случайную очередь на 190%. Очень хороший навык. Я так полагаю, что этот навык работает больше в защите. И помогает охранникам при нападении на ваш отряд. Пятый навык. Мы посмотрели. Это у нас шестой навык командира. Также он открывается с помощью дубля данного муравья. И увеличивает максимальный лимит очереди на 250%. Дальше у нас идет седьмой навык командира. Когда спецмуравей в отряде, атака увеличивается на 35%. И восьмой основной навык. Это боевой навык. Дальность действия третья. В первых четырех раундах получаемый урон всех очередей снизится на 30%. Каждый раунд лечит два случайной очереди на 110%. Дальше повышение этих навыков возможно по получению звездности. У данного муравья превью повышение звездности. Мы видим, что необходимо скролпы белого муравья. И две оранжевые скролпы. И пять чудесных скролпы. Также 8 миллионов росы. Мы видим, что при открытии первой звезды мы увеличим максимальную очередь данного муравья. Увеличится на каждое левел на 5%. И можно будет поднять до 20 левела первый навык. И так далее по звездности. Что насчет боевых действий. Давайте посмотрим, как его можно совместить. Данный муравей хорошо отрабатывает себя в защите. Но, к сожалению, защитных муравьев у меня мало. И они недостаточно прокачены. Чтобы вам доступно это показать. Но могу сказать, что... Давайте я вам покажу, какие отряды можно с ним сформировать. Так, заходим, значит, к муравьям. И к примеру. Это условный пример. То, как я бы выстроил защитную... Защитную часть муравьев. То есть, мы снимаем белого. И давайте выберем какой-нибудь защитный... Спецмуравей. Белый, бархатный муравей... Мы не рассмотрели еще то, в каких он рядах должен стоять. Он универсален. Он подходит в любой ситуации. Как в защите, так в нападении. И он работает как подкрепление. И это подкрепление, прошу заметить, по расположению... Вот мы можем посмотреть. Он для расположения в средних или в задних очередях. Подходит для любых ситуаций. Средний или задний. Вот я перемещаю, показываю вам. Как бы я разместил. Данного муравья Рогерси я бы поставил вперед. Дальше я бы поставил муравья назад. И к ним бы добавил муравья мимикрию. Либо... Почему мимикрию? Потому что... Это для защиты. Потому что данный муравей хорошо может нанести высокий урон. У него боевых навыков 3, мы видим. И остальные навыки командира. Так. Сейчас я покажу. Вот этот навык боевой позволяет в 30% случае перевести цель в режим подавления, обездвижив на один раунд. И дальность у него действий 4. То есть он может как из среднего, так и из дальнего ряда обездвиживать отряд. То есть какой бы он там ни был, он его может обездвиживать. Поэтому в таком сочетании и с защитниками этот отряд был бы идеален. Также можно замещать мимикрию. Можно заместить жуликом. У жулька тоже хорошие качества. Дальность позволяет ему быть во втором ряду. У него также 3 боевых навыка ближнего боя. Но этот отряд можно использовать не только в охране, но и в нападении. Давайте посмотрим. Я провел несколько атак и в пещере. Меня выбил данный игрок с пещеры. И я попробовал произвести на более сильного игрока. Вот мы видим то, что у игрока есть панда, джек и атрекс. Я произвел атаки. Три атаки сделал, значит, одну атаку сделал с бархатным, без панды. После этого я сделал атаку с пандой, как у меня стандартный отряд стоит. Мы видим значение потерь по силе. Третий атак был с бамбуком. Не помог. И самый эффективный, когда я выставил бамбука в первую линию, он обездвиживает отряд. А дальше, значит, белого, бархатного во вторую линию и джек в третью. Так как он дамагер, значит, бамбук обездвиживает, а бархатный лечит. Ну, данного игрока, так как видно то, что атрекс, он стрелок, а джек, он универсал. И в паре с бамбуком очень эффективный отряд. Почему я на нем и остановился, показать. И вот мы видим то, что характеристики, конечно, очень высокие. Видим то, что атака отличается почти на 200%. Но при этом мы за счет того, что могли обездвижить и данный отряд, и подлечить свой, видим то, что у меня ниже защита, скорость ниже, но при этом здоровье больше. На 26%. Но это все равно не помогло мне победить данного игрока, потому что здесь расположены очень правильно, будем говорить, отряды. И кого мне удалось так, еще раз, мне удалось победить таким же способом вот данного игрока. Мы смотрим то, что здесь у данного игрока есть также атрекс, есть кирген и панда. Кирген тоже очень мощный юнит, но это нам не помешало победить в силу того, что мы обошли по скорости. Почему? Потому что у данного игрока 9-й потамон, а у нас 10-й богомол. Конечно же, это дало преимущество по скорости приблизительно 5%. И в целом мы обошли данного игрока. Мы видим то, что мы уступаем по атаке, но превосходим по здоровью. Все-таки бархатный очень здорово лечит отряды, наши отряды, которые атакуют. Если добавить звездности и защиты нашим, как говорится, муравьям, то эффективность будет еще выше при нападении. Но я заметил, что в защите он гораздо эффективнее справляется, нежели в атаке. Именно бархатный муравей. Конечно же, это большой плюс его. Ну, муравей только буквально на днях был прокачан полностью. Еще он сырой. До конца мной не изучен. Я, конечно, постараюсь его потестить в разных режимах, в разных расстановках. Давайте попробуем зайти в пещеру. Время, может быть, прошло. Тут у нас есть вот эта девочка, которую я не смог выбить. Есть другие игроки. Так. И попробуем на ком-нибудь еще раз опробовать данный отряд. Очень интересно. Потому что меня почему-то никто не нападает из игроков. Сейчас выберем, у кого побольше кристаллов. Вот, 2600. Так, 2600. Смотрим информацию. Восьмой вип. Сила. 25 миллионов. Ну, не очень. Так, нам надо отозвать отряд. А, у нас еще не вышло время. Еще полтора минуты. Хорошо, сейчас подождем. Так, вот пробуем мы отозвать отряд. Отряд отозвался. И пробуем выбить игрока тем отрядом, который у нас есть именно с белым барханным муравьем. Напасть. Уфкорен. Да, вот мы видим то, что мы не смогли выбить, потому что в атаке он не так силен, как хотелось бы. Мы можем... Что мы можем... Ну, то количество перегруппировок закончилось. Быстрый захват сделаем. Ну, мой основной отряд вот так выглядит. Им более эффективно получается играть. Все, мы встали на захват в пещере. Давайте посмотрим отсчет, как производили атаку. Видим то, что здесь у игрока 10-й, значит, богомо, панда-муравей с двумя звездами. Муравей и скакун с двумя звездами. Хорошо прокачанный. Так. Навыки все на максимуме. Да, конечно, из-за этого мы не смогли его пробить, так как у меня там всего у Джека, и то он не полностью прокачанный отряд с двумя звездами. Ну, здесь вот, смотрите, показатели. Показатели по здоровью почти равные. По скорости проигрываем. И по атаке проигрываем. Все-таки атаки не хватает, когда стоит лекарь у нас в отряде. Но это не говорит о том, что он плохо защищается. Будет момент, и я, конечно, попробую попрактиковать его в защите. Именно то, как он будет обороняться. Потому что, когда я нападал на, значит, тропиках, на игрока, у которого был белый бархатный, стоял в защите, как я вам изначально показывал, я не мог выбить его ни одним из отрядов, переставлял, пробовал по-разному, и у меня этого не получилось сделать. И достаточно прочно он там сидел, не смог никакими способами выбить его, пробить. Так что изучаем данного муравья. Первое впечатление о нем хорошее. Он добавляет хорошо здоровья юнитам. Ну и, соответственно, будем пробовать, тестировать, как он будет себя вести дальше. Ну, вы были на канале Делай то, Делай это. С вами был Ким. Подписывайся, ставь колокольчики, и вы узнаете про новых муравьев в описании. Давайте в следующем попробуем поговорить о панде-муравье, что он может. Опыта уже с ним достаточно много. Оставайтесь с нами на канале. Всем пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok